Всем здарова, дорогие друзья! С вами, как всегда, Ник. Мы продолжаем играть с вами в различные андроид-игрушки и возвращаемся в Mortal Kombat Mobile. Проходите испытания на Барайча Дыхание Дракона. Сегодня уже будет у нас прохождение высокой сложности. Так, первая бронза, вторая серебро-бронза, третья серебро, персонажи из внешнего мира, четвертая башня и пятая башня золотой или алмаза рептилия должен быть у вас в команде. Окей. Начнем, я думаю, как обычно, с первой башни. Давайте загрузим нашу предустановочку. У нас уже все есть. Серебряная команда. И, как я понял, будут все-таки серебряные персы в первой башне в качестве противника. Причем почти что в каждом бою. Интересно. Первой башни четыре мы будем скипать с вами. То есть бои, начиная с первого по третий, с пятого по седьмой и с девятого по одиннадцатой бои. Эти бои мы будем скипать с вами в первых четырех башнях. За голду. Чтобы, так сказать, сэкономить наше время. На прохождение этого испытания. Случайная замена. Но это, в принципе, меня не особо пугает. Потому что все мои персы десятых слияний, поэтому я не особо парюсь насчет того, что мне там сменят что-то. Ну да, жирный, достаточно серебряный персонаж у него в команде. Сейчас, скорее всего, замена произойдет, да, как я и думал. Ну и добиваем аштека. Тут, в принципе, ничего сложного. Получаем небольшое вознаграждение по монетам, что немножко сократит наше отставание по золоту. Ну, совсем чуть-чуть. Так-то мы будем терять, конечно, золото, даже несмотря на то, что будем получать награды за бои с ограничениями. Потому что на пропуске, видите, я трачу гораздо больше золота, чем получаю за один бой, который идет с ограничением перед этим. Видите, уже просто потратил примерно то ли 25, то ли 15 тысяч. Поэтому отправляемся с вами на бой номер 8. За эту же самую команду, естественно. Так, ну поехали. Уни сразу дамажим по максимуму. Хорошо. Выходит аштег, его мы тоже избиваем. Осталось разобраться только с Коталем. У нас еще темная магия, постоянно урон наносится. Это не очень приятно, конечно. Но я думаю, нам урона хватит, чтобы через блок даже пробить первым спецприемом противника. Даже, наверное, если бы у него было полное здоровье, я бы все равно его убил. Первым спецприемом даже через блок. Получаем снова 4 800. Ну, как видите, да, то есть за один только пропуск мы 10 тысяч тратим, а получаем гораздо меньше по голде. Поэтому мы все равно уходим в минус. Но хотя бы, играя 4 и 8 бои и 12, мы не в такой большой минус выходим, как могли бы выйти. Так же, давайте переходить к последнему бою. Здесь у нас Девор, Аоний и Ящер. Они все имеют, в принципе, 5000 с небольшим здоровьем, поэтому первый спецприем почти их убивает. Нам буквально 1-2 удара надо нести, прежде чем использовать первый спецприем, чтобы добить Девору и кто там еще был. Поехали против нас, собственно, Ящер первым. От него мы очень быстро избавляемся в самом начале. Дальше выходит Девора. Получается сразу по Мордасам. Но Ионий попытаемся добить через первый. Да, он даже блок не поставил, поэтому сразу умирает. Так бы у него был шанс выжить, если бы он блок поставил. У него потом осталось 30 хп, но при этом он бы выжил. Скорее всего. Так, ну а первая башенка у нас тем временем пройдена. Мы получаем награду уже побольше, а именно 16 тысяч. И переходим с вами к башне номер 2. Золотые, ой, точнее серебряные и эти... Бронзовые персонажи, доступные для прохождения. Выбираем челлендж 2, следующую нашу предустановочку. Опять же, скипаем первые три боя, которые нам особо не интересны. И отправляемся в бой номер 4. Аштег Девора и Они против нас, окей. Ожидаем загрузки карты, как обычно. Тут, в принципе, ничего нового. Спецприем 1 у нас отключен. Неприятно, конечно. Но я думаю, я и базовыми атаками, в принципе, разберусь с противниками. На второй, скорее всего, я даже накопить не успею. Да, базовой атаки более чем достаточной в этом плане. Так, а у нас с вами следующий бой, бой номер 8. Надо только скипнуть бои до него. В 6400 небольшую сумму денег нам возвращают обратно. Так, 6-й бой скипаем. И 7-й бой тоже мы с вами пропускаем. У нас остается пройти 8-й, 12-й бои. И эта башня будет пройдена. Против нас у штек. И ограничение чисто по времени идет. Одно из самок, можно сказать, без... Безопасных для нас ограничений. Потому что никак противники не усиляются с помощью этого. Просто добавляется... Новое условие пройти и успеть по времени. Поэтому мы легко с вами с этим справляемся. И передвигаемся с вами к следующему заданию. К следующему бою, точнее. И следующему ограничению. Это номер 12. Поэтому скипаем с вами в этой башне последние 3 боя. И устремляемся к финальному бою. В этой башенке. Уже 20 тысячи у нас снимают за пропуск боя. Но часть из этой суммы нам вернут. А именно 32 тысячи. Так, поехали разберемся с ящеркой. Это, в принципе, финальный бой. Я даже не посмотрю, что это за ограничение. А, постепенное восстановление здоровья. Судя по тому, что они хилятся. Блин, дурацкий они с своим истощением силы. Мог бы сейчас Ермака сразу убить. А в итоге пришлось заново копить первый спецприем. Ну ладно. В принципе, не страшно. Очередная уверенная победка. Мы двигаемся с вами далее. Так, получаем награду в виде 32 тысяч монет. Сюда. И переходим к третьей башне. Только серебряные персы. Но только серебряные, так только серебряные. Кто спорит-то? Загружаем предустановочку номер 3. Последняя наша предустановка, которая у нас имеется. Это у нас серебряный отряд из мастеров единоборств. Ну и также будем скипать с вами с первого по третий, с пятого по седьмой и с девятого по одиннадцатый. Бои. Поехали. Девора, Кота или Рептилия? Девушки отдыхают. Так, ну давайте разберёмся с ними. Минус раз. Хорошо. Минус два. Замечательно. И последнего персонажа добиваем через комбо. 700 монет. Такая себе, конечно, награда. Нам сейчас ещё немножко монет насыпят. 9600. Нормально. Пойдёт. Так, скипаем с вами очередные три боя. Пятый, шестой и седьмой. Уже по 10 тысяч здоровья у противников. На самом деле, достаточно неплохие статуи у оппонентов. Ну а у меня больше и атаки и здоровья. Так что, в принципе, мне никаких трудов не доставляет пройти испытания. Девора. Девора сразу отвалилась. Дальше выходит у нас Коттель, который мы буквально с одного комбо чуть ли не убиваем. И через первый спецприём пытаемся добить рептилию. Да, тут идёт больше 10 тысяч урона, даже в блок, поэтому противников нет шансов выжить. Даже если я первый спецприём юзаю просто в блок противнику. 11-200 получаем по голде. Это, по-моему, последняя голда, которую мы получаем, не считая 12-го боя в 4-й башне. Так что, давайте потратим последнюю голду для этой башенки. И отправимся с вами в бой номер 12. Здесь у нас Девора, рептилия, Ермачевский. Ермак, кстати, может выжить от первого спецприёма, но с очень маленьким запасом здоровья по итогу. Так, и у нас, собственно, финальный бой. Поехали. А что за ограничения? Ага, тёмная магия, видимо. Да, как я понимаю. Ну, судя по тому, что мне урон наносится. Рептилию бы убить чисто, да, через... Ну всё, и он труп, как бы. 13 700... Не, у него даже шанса выжить не было, хотя нет, был. Потому что ещё рептилия ведь добавляет ему 15% к здоровью, поэтому да, он бы мог выжить. Если бы у него было полное здоровье, я бы использовал первый спецприём в блок. Получаем уже души за третью башенку и минус 46 душ. В итоге у нас 5 112 душ по итогу. Хорошо. А мы отправляемся с вами на следующий бой. В вашем отряде должны быть только персонажи из внешнего мира. Четвёртая башня. Башня, в которой мы будем последний раз скипать голду, поэтому давайте мы нажмём изменить. Так, у нас в принципе стоят фильтры, но только золотых и алмазных персов, да. То есть нам нужно ещё поставить буквально фильтр на внешний мир на некоторое время. Взять себе в отряд Эрона, как мы делали это в прошлый раз. Ну и допустим взять, я не знаю, там кого-нибудь типа Скарлетт Холодной Войны и, я не знаю, там Смоука, допустим. А, Смоука же я не могу взять, точно. Ну давайте 3D Кабала. Так тоже пойдёт. Ну опять же скипаем последнюю башню. А точнее бои в последней башне. Нас интересуют, как обычно, только четвёртый, восьмой и двенадцатый бои. Где есть какие-то ограничения, которые хоть сколько-то интересно играть, чем просто обычные бои рашей. Да, типа можно копить голду, но... И тогда видеоролики будут выходить, во-первых, слишком затяжными. То есть, первая и вторая сложность будет проходиться, примерно, за час реального времени. А последний уровень сложности, старший бог, будет проходить четыре с половиной часа. Во-первых, такие ролики будут Ютубом обрабатываться целую вечность. А во-вторых, типа, ну, зачем? Как бы там достаточно однообразные бои. Поэтому я стараюсь только самые такие интересные бои показывать в этой башне. Минус раз. Ну, они такие уже жирненькие тут достаточно, противники. Ага, тут случайная замена, видимо, имеется. Ну, началось. Лови-ка мою косу. Изи-бризи. Он еще смеется в конце, я что-то не обращал на это внимания. Так, получаем 7 душ за прохождение боя с ограничением. Так, и следующий наш бой нам интересный, это номер 8. Ранение. Окей. Ранение это, по-моему, блокировка спецприемов или что-то в этом духе. Или это уменьшенное накопление силы, точно не помню. Да, это спецприем 1 отключен. Окей. Ну, рептилия сразу отваливается и, конечно, воскрешает опять кончи. Давайте чисто по приколу используем второй спецприем. Он у нас неблокируемый. При накоплении там выше скольких-то процентов. Вроде бы 80. Или 75, что-то в этом духе. Ну, и в принципе, изи-бризи, изи-вин. Получаем небольшое количество душ. 13 именно. На 6 больше, чем в прошлый раз. И осталось пройти с вами чисто финальный бой. Поэтому последний раз уже скипаем за голду 3 боя. У нас как раз 4 ляма примерно останется. Ну, на самом деле, больше, потому что мы еще с вами нафармим немножко голды на последней башне. И за перса получим, и за оружие его тоже голда будет возвращена. Опять кончи, господи. Как вы задолбались своими кончи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Ну, ладно, поехали. Победите, пока времени истекло. Окей. Ограничение по времени, опять же, самое безобидное. Ну, или одно из самых безобидных. Быстрый. Успел перебить мою атаку. Неплохо. Давайте я сразу избавлюсь от слэшера. А потом просто буду его добивать обычными атаками. Минус раз. И второй раз надо будет ВЧС завалить. У него ринген, кстати, есть. Прикольно. Так, это победка. И получаем финальную награду в виде серебряного набора за 30 тысяч монет. Может, не повезет, там выпадет карта поддержки какая-нибудь, или карта нового уровня. Сейчас взглянем. Фигня. Фигня. Ну, и, соответственно, перс мне тоже не нужен, поэтому он тоже продается за 6600. Окей. Ну, и у нас осталась, собственно, финальная башня, пятая. В вашем отряде должен быть золотой или алмазной рептилией, поэтому поехали. Заходим в финальную башенку с вами. Так, и нам надо теперь загружать уже отряды такие. Более-менее. Давайте я возьму рептилию ловкого для начала в команду. Так, убираем фильтр на внешний мир, он нам больше не пригодится. Ну, и начинаем брать каких-нибудь просто левых персов, чтобы они просто были, занимали, так сказать, слот. И нам нужен какой-то основной дамагер. У нас есть, в принципе, Рейден, МК-19, Скорпион и Саб-Зирос, Завоеватель Шалкан и Скорпион Холодная Война. Я думаю, начнем мы как раз-таки с него. Он у нас будет участвовать в первых трех боях. А вот рептилиям нам придется восстанавливать энергию. На, по башке просто. Минус раз, хорошо. Минус два, добиваем еще Котеля через первый спецприем. Ну и все, изи-бризи, изи-вин. Такой удар, знаете, как шлипочек такой легенький. Было Скорпиона. Так, нам надо сейчас еще, получается, следующего рептилию добавить в отряд. Давайте тогда по атаке. С другой стороны посмотрим. И добавим, допустим, еще одного рептайла. Кто там у нас? Это был, по-моему, ядовитый, да? Если я не ошибаюсь. Погнали за него еще сыграем. А потом возьмем алмазного рептилии. Уже будем чисто за него играть. Я просто хочу сэкономить хотя бы три души. Вообще не три души, а одну душу, сыграв за других рептилий по одному разу. А потом четыре души примерно потратим на восстановление энергии классического рептилии. Ну а получай. Минус раз. Джакса лучше заблокировать, ибо он достаточно быстрый засранец. Пошел первый спецприем на Криоманта. Даже если бы это был великий мастер, он бы все равно не воскрес, потому что у меня сработала метка. После убийства, видимо, завершающим комбоударом одного из противников. Сработал там 15 или 5% шанс на метку. Что-то в этом духе. Так, ну и последнюю рептилию добавляем. Теперь уже окончательно свой отряд. Это будет у нас рептилия ядовитый. Ой, не ядовитый, классический. Ну и поехали. У нас, конечно, есть еще примерно 4 или 5 единиц энергии у рептилии и этого Кракена. Но, как бы, это нам не сэкономит души, потому что мы сможем сыграть за него один раз всего. Типа, чтобы сэкономить одну душу, надо 3 боя сыграть. То есть за 3 рептилии. Эта засранец, конечно, воскрешается, как обычно. Используем первый спецприем и добиваем чернокнижника. Тут, в принципе, изи-бризи. Ну и за скорпу мы с вами отыграли 3 боя. Блин, классно, что у меня есть новая теперь алмазка, 10-го слияния. Отлично прямо. Так, нажимаем изменить и загружаем себе новый отряд. А сейчас у нас уже будет присутствовать в отряде, допустим... Я не знаю, давайте возьмем сначала этого Саб-Зеро, а потом уже сыграем за Рейдуна. И также надо взять какого-нибудь дополнительного перса в отряд. Я даже не знаю, кого тут брать особо, но пусть будет, допустим... Давайте Кабала возьмем, я не знаю. Да, пусть будет Кабал. Рептилии восстанавливаем энергию за одну душу. И в итоге нам придется потратить примерно 4 души на восстановление энергии. В принципе, мелочи. Продолжение следует... Окей, хорошо, поехали. Зигасяна быстрая, конечно. Так, добиваем Таню через первую спецуху. Первый спецприем, по-моему, почти убивает всех. Нет, смотрите, мне почти... Мне не хватило сейчас урона. А, возможно, потому что на Сабе другое немного снаряжение стоит сейчас. Так, все, темную Рейдун убили. Так что, это перевод. Да, скорее всего, на Сабе просто стоит снаряжение для башни Холодной войны. Именно поэтому он не добил первым спецприемом. Обычно он добивает. А мы играем с вами уже, получается, вторые три боя? Вроде бы да, если я не ошибаюсь. То есть сейчас будет у нас после... Это пятый бой. И он должен быть, по сути, с ограничением и наградой в виде душ за прохождение. Спецприем 1 уменьшенный урон. Ну вот засранцы, конечно, да. У меня и так не очень-то большой урон от первого спецприема. Они еще и уменьшают его. Вот как-то с замедлением еще смог, как бы, меня опередить. Неплохо... Неприятно было бы получить, допустим... От Тани первый спецприем. Блин, я протупил. Может, она им ломает мне снаряжение. Ну и ладно. В принципе, тут изи-бризи, изи-вин. Куча гадких эффектов, конечно, у них было. Но, в принципе, это нам не помешало победить. Получаем 20 душ. Замечательно пойдет в нашу копилочку. По итогу будет порядка 5250 душ. Может быть, даже больше. По окончанию прохождения этой сложности. У меня души либо копятся очень медленно, либо почти не копятся. Потому что я постоянно откатываю башню холодной войны. И при этом я не сижу в игре там 24 на 7, чтобы постоянно выполнять часовые задания. Чисто вот поставлю 8 часов задания. Пойду заниматься как бы другими делами. Поэтому души у меня особо и не копятся. Пока давайте просто разберемся с Шиноком. Или Шиноком, как его там правильно назвать. Я думаю, бога солнца-то я уж пробью первым свет с приемом. Сейчас пойдет истощение дурацкое. Блин, не наложилось из-за того, что маска, видимо, отсутствует у меня. Ледяная заморозка на противника. После убийства одного из других оппонентов. Ну ладно, ничего страшного. Запариваться насчет снаряжения тоже такое себе как бы. Давайте поставим следующего перса себе в отряд. Это у нас будет... Ну, для начала лоха надо обязательно взять. Пусть будет слэшер, наверное. И еще хотелось бы взять, я не знаю, там, допустим, дамагера. Дамагером у нас будет выступать Raiden Injustice 2, к примеру. Рептилии просто отрегениваем всю энергию с помощью души. Ну и, соответственно, финальные персы, которые у нас пойдут в бой, это Шаокан и Скорпион МК-11. Так, поехали против Тани Кобуц... А, это предательница. Ну тогда против Тани предательница. Какая разница? Мне не нравится, что она ломает снаряжение. У меня, по-моему, на Raiden как раз какого снаряжения нет. А если есть, то какое-нибудь одно и бесполезное достаточно, которое... Просто так на нем осталось, с предыдущего какого-то из боев. Просто юзаем два первых спецприема, и тут изи вин. Так, отчетная победа за Injustice с Raiden, но у него боевка уже поприятнее, потому что если противник пропускает удар мимо блока, то начинается очень длинная и больная комбо для противника. Опять Кончи. Этот Кончи, не знаю, тут в каждом бою присутствует практически. Он постоянно воскрешает своих тиммейтов. Так, поехали разберемся с Милиной. Воскрешение от Кончи, конечно же. Так, используем первый спецприем, чтобы задамажить. Ну, точнее, не то, чтобы задамажить, просто убить Кончи. Добиваем Саб-Зеро первый раз, и добиваем через спецприем второй раз. Потому что если он заблокирует, я его не убью сейчас. Если он заблокирует, мы основную атаку, имею ввиду, а не спецприем. Так, ну это был, по-моему, то ли второй, то ли третий матч уже за Рейдена Инжастис. Нет, второй только. Так что еще один раз надо отыграть, только потом заменим отряд немножко. Заменим отряд, немножко отряд. Все в отряде будут рады. Мясо, мясо, мясо. Поехали. Против нас Смок. Ой, я попался под его атаку неприятную. Конечно. Ну, так или иначе, он не успел смениться. Это хорошо. Ну, а теперь просто через два первых спецприема под коньку заканчиваем с вами бой с последними противниками. У Рейдена вообще не осталось здоровья, можно было его обычным ударом добить. 165 тысяч урона. У меня нету хп, зачем ты бьешь меня на 165 тысяч урона? За что? Что я сделал тебе? Я только появиться успел. Типа бла-бла-бла. Ладно, давайте заменим опять очередной раз отрядик наш и пойдем дальше. Зачем за кадром поменял отряд и, соответственно, восстановил энергию рептилий плюс поставил снаряжение для нашего финального бойца, который уже будет участвовать в последних трех боях. Чтобы, так сказать, побыстрее разобраться с Брайча из снаряжения. Так, поехали разбираться тогда с первыми пока что тремя оппонентами за Скорпо. Это будет очень быстро и просто. Как вы, я думаю, видите. Так, ну и добиваем через напрыжку с первого спецприема. По красоте просто, чтобы было. Ну и все, изи-бризи, изи-вин здесь. У Скорпа тоже, по-моему, снаряжение стоит какое-то из Башни Холодной Войны. Но даже с этим снаряжением он неплохо и быстро всех разматывает. Небольшое количество душ нам дают, так сказать, допам. А мы отправляемся сами в битву против Рейдена Темного, тяжелого вооружения Джакс и Меллины Пронизывающей. Субтитры сделал DimaTorzok Диэкс, окей, я готов. Рейден сразу отлетает 29 тысяч урона. У него, наверное, даже столько не было. Ну и добиваем Меллину. Изи-бризи. Легкие победы. Все-таки Скорпо МК-11 это просто бешеный дамагер. Который имеет шанс на смертельный удар. Повышенный. В отличие от всех других персонажей. Так, против нас там Саб-Зиро Крио Мастер. И, по-моему, Саб-Зиро Великий Мастер. Один из них будет воскрешаться, именно Великий Мастер. Но нам с вами, в принципе, пофигу. Главное, чтобы в следующем бою не было ограничения на блокировку спецприема. Так, ну поехали. О, на него метка поставилась. Только уже после его воскрешения, а не до воскрешения. Можно, кстати, сделать вот так. То есть добить Коттали и затем влепить еще первый спецприем в Саб-Зиро. А, это не Крио Мастер, это Саб-Зиро классический здесь был, оказывается. Ну, без разницы. Абсолютно нет никакой разницы, что классический, что Крио Мастер. Они оба лохи. Так что окей. Давайте направимся с вами в последний бой. Во-первых, в последний раз устанавливаем энергию рептилии. И собираем себе финальный отряд. Ну, пусть это будет, я не знаю даже кого взять. Ну, пусть будет Ронин, Китана. И основной дамагер у нас будет, соответственно, Шаокан. Снаряжение уже на него поставил. Потеря баланса, это не так страшно. Вот страшнее гораздо Куан-Чи. Ну, не то, что даже страшнее. Просто, типа, будет воскрешать противника. Придется его два раза убивать. Ну, ничего страшного. Ну, поехали. Начнем, я думаю, с базовых атак. Затем второй спецприем. Минус Кано. Никакое воскрешение от Куан-Чи не сработает на данный момент. Мне уже меняют персы, я уже не могу ничего сделать. Слишком долгие анимации, вот эти вот все. Так, я бы на всякий случай стащил Скорпиона, чтобы... Так, пошел первый, но он, скорее всего, воскреснет. А нет, он не воскреснет. Либо там метка сработала, либо что-то в этом духе. Либо уже воскрешение сработало. Но я не помню, чтобы он у нас срабатывал. Скорее всего, метка. Победа Шаокана номер раз. И идем с вами на второй бой. За Шао. Господи, тут реально, тут в каждом бою есть чернокнижный Куан-Чи. Кроме вот этого. Окей. Сейчас я покажу вам, как бы происходили бои, если бы не было замены, не было бы ограничения спецприема, не было бы чернокнижный Куан-Чи в команде противника. То есть сейчас всем этим условиям бой соответствует. Поэтому я покажу, как я вообще играю, если что за Шао Кано. То есть смотрите. Идет у нас противник. Мы просто нажимаем первый спецприем, убиваем первого противника. Второй выходит. Мы нажимаем первый спецприем, убиваем второго противника. Третий выходит. Мы нажимаем первый спецприем, добиваем третьего противника. Даже целиться особо не надо, если противник не блокируется. Если блокируется, то желательно прицелиться, чтобы точно убить его. Как бы изи-бризи, изи-вин. Вот так вот как-то и проходится за Шао Кано. Башня, особенно на последнем уровне сложности, очень легко. Но там я использую не первый, а второй спецприем. Требования к персонажу для входа... Да, я это уже все читал, поехали. Мне просто надо использовать один, второй спецприем, добить барача, и на этом испытании будет пройдено. Даже если ни один из моих спецприемов не кританет, то есть ударов в спецприеме, что очень маловероятно, то противник все равно погибнет, потому что там идет 130 или 140 тысяч урона без критов, а с критами еще больше. Поэтому шанса выжить у барача абсолютно нет никакого. Эти, 58 идет сначала, а второй удар он еще сильнее, там 157, там больше 200 тысяч урона, и это еще с критами повезло мне. Ну как повезло, там достаточно высокий родной шанс на криты, то есть больше 50%, поэтому шанс того, что крит не сработает, очень мизерный. Ну а тут у нас победа, так что давайте мы заберем уже финальную свою награду в виде души и монеток. Так, 65 душ за прохождение пятой башни, фляжка барача еще 5400 монет, и сам барача 54 души и 27 тысяч монет. Замечательно, итого 5293 души и 408 ляма по голде. Великолепно, вы прошли испытание на высоком уровне сложности, вы сильнее, чем ожидалось. Теперь вас ждет испытание на уровне сложности Старший Бог, который могут пройти лишь избранные. Достойны ли вы? Ну давай посмотрим. Только золотые алмазные перцы в вашем отреи должны быть Рептилия и Кесси Кейш, интересно. В вашем отреи должны быть только Спецназовцы, и в вашем отреи должны быть, ну, то же самое, как бы, последние две башни, как и вторая и третья башня. Ну, в общем-то, это мы пройдем тогда уже с вами в следующий раз, и на этом я буду пока заканчивать. Вам огромное спасибо за просмотр, С вами был Ник, удачи, до скорых встреч, и мы еще увидимся. Пока-пока.